Девочки и мальчики, привет мои дорогие! Я сегодня по многочисленным просьбам приехала с Наденькой, она уже кстати там внутри, на аукцион. Сегодня среда, а сейчас времени полшестого, в шесть он начнется. Попробуем что-нибудь купить, я знаю, что вы любите эти аукционы, поэтому сегодня наливаем в чашечки чай, кофе, берем бутербродики, делаем попкорн. Я не знаю, что вы будете делать, но, наверное, видео будет не короткое, а значит длинное. Все, всем пока и увидимся на аукционе. Итак, вот мы приехали с Надей на аукцион, как я сказала, и здесь народа еще нет, а вот дяденька с тетенькой уже, видите, готовы покупать. Итак, ты видела здесь туалет? Зайди посмотри, ты просто очень удивишься. Таких туалетов ты еще не видела никогда. Жене посмотри. Ты садик помнишь детский, нет? Словно. Ну вот, если как дети на горшках рядом сидели. Ой, ужас. Пошла. Вот. Два ребенка сидят на горшках. Ну, наверное, знаешь, мама с дочкой, две подружки. Можешь сидеть вместе, какать. Короче говоря, все. Ладно. А что тут закрыто еще до сих пор? А, еще закрыто. Ну вот что, куколок посмотрим здесь. Вот какие куколки продаются. А эти куколки из дрезденского фарфора. Меня Лена-то научила, как я теперь знаю. Я теперь, как говорится, лицом-то в грязь не ударю. Сейчас они тут откроют, и мы пойдем посмотрим. Ну вот, оказывается, зайти-то можно. Просто они двери закрывают за собой, говорят. Давайте сразу посмотрим, какие тут есть куклы. Ой, боже. Смотри, какие страшные. Боже. Он как... Ой, волосы такие, да? Слушай, а вот эти куклы ведь они очень дорого стоят. Потом вот старые-престарые куклы. Смотрите, я не знаю, какого это года, но эти куклы очень дорогие. Посмотрите, я сейчас покажу вам. У нее даже зубы внутри отдельно сделаны. Видите? Фарфоровая кукла. Это тоже фарфоровая. Тоже зубки такие. А знаете, глаза вот так вот открываются и щелкают. Офигеть. Вот это кукляндики. Посмотрите. Ой, так даже жутко, честно говоря. Что у нас еще? Елочные игрушки. Мы тут с Леной недавно смотрели аукцион. Там тоже елочные игрушки были. Вот пупсик. А к пупсику всякая одежка, шубки и все такое. Идем дальше. Ой, а Надя у нас уже убежала куда-то. Вот так. Смотрите, какие скворечники. Надь, смотри, какие скворечники красивые. Ой, хотел купить. Ты уже посмотрела? Да. А ты хочешь хоть один, нет? Хотя, вот если ты купишь, то купишь целый поднос. Ну, возьми свои. Одни-то, один нельзя. Посмотри, помнишь, в домик купить. Посмотри, как красиво. Ну, мы можем купить и разделить между собой скворечники. Вообще, бы красиво смотрелось у нас в саду в скворечники-то идти. Потом. Ну, посмотрим, вот эти вот, например, вот с луками покрупнее. Да. Посмотрим, посмотри. Так, что здесь еще? Смотри, какой ковшичек для пунша. Это вот один лот. У меня были игрушки елочные. Елочные игрушки. Смотри, вот эти вот как будто наши с этими. Нет, а мы не все отцены. У нас остальные. Нет? А мне кажется, потому что у нас когда они были помешены. Ой, а этот, смотри, какие деревянные. Слушай, а это, наверное, тоже что-то дорогое очень. Никак вы тебя не удержишь. Ты нам рассказывай, что видишь-то. Ты же у нас дикорист-тилист. Ой, а это что такое, Надь? Смотри. Это, наверное, типа мордочку свою в это гляпает. Да ты что? Ой, ну-ка сделай видео, я сейчас мордочку там ляпаю. Она, наверное, сломанная, она не получится. Не, не, не. Не, она не получится, она не очень. Не, Наташа. Вот, смотри. Не будет. Не будет, а не видишь, а не плохо. Короче говоря, смотри, чтобы меня было видно. А, сейчас как уколишь. Вот, да. Крупным планом. Видно? Да. Ну, постой. Ну-ка, еще раз. Ой, господи. Что только на свою морду пыль всякая. Не, не надену, а потом удивляюсь, что мне говорят. Рога не нужны? Расстояние между губой и носом большое. Рога не нужны, говорю. Кто там с рогами? Интересно. А ты любишь-то рога у нас? Ну-ка, посмотрите, достань. Интересно, что это за шырка. Кстати, это... Отлично. Да. И, кстати, подходит к твоему этому декору. Не, не сказать, что прям за пыль туда так. Слушай, откуда вот эта штука была? Отсюда? Так. А что, мой нос прям видно было? Да. Так, идем дальше. Пока ничего интересного не вижу. Кастрюльки, всякие, расчесочки. Это не натуральная, я думаю. Ну, я не знаю. А для чего они? Ну, это просто для красоты. У меня был, у меня такой стоял в этом домах. Вот наша, да. Ручки. Чернильница. Смотрите, раз. Да, это вот прям... Кукла по барахланию. Прям чернильница. Смотри, какая красивая ваза. А-а. Нет? А-а. Так. Не угодишь ведь ей. Смотрите, какие куклы красивые. Жесть. Нет, те куклы были вообще суперские, старые. Так, здесь у нас что, черепахи. Давай, матушка, выбирай, чего ты будешь покупать. Пока ничего. Пока ничего. Видите? Колокольчики, да. О, черепашки тебе нужны? Нет. Смотри, сколько здесь бокалов красивых. Так, дядь, не пройти нам, дяденьку. Конечно, все лоты разношерстные всегда. Ты покупаешь что-то одно, а тебе поднос целый выносят. Как бонус. Так, вот смотри, ваза красивая, нет? Нет. Почему не красивая? Я не знаю. Большая. Дальше что у нас? Все вот эти столы, все вот эти стулья, все это будут выносить. Да. А что у нас еще здесь? Здесь у нас, значит, видишь, заниматься идти. Ну, хочет ходить. Пылесосы. Ну, стоп, чего только нет. Идем дальше. позанимались, можно отдохнуть. Значит, всякие стулья, кресла, диваны. Ну, никакой только хрени нет. А, вон, смотри, сколько этих ковров. Ужас сколько. Смотри, какой интересный вот этот ковер. Что-то на нем такое нарисовано. Люди, что ли. Смотри, а там что за лоты? Так. Ой, смотрите, какие. Ой. Слушай, это вообще класс. Статуй редким. Слушай, это вообще классно. Купи себе. А ты бы не хотела таких ковериток? А я вот как это. Смотри, у нее, правда, отломанная уже юбочка. Отломанная. Ой, сколько здесь. А ты отсортируй. Смотри. Отломанная убери с лота. Да, конечно. Не поставь другую. А, ты же наговоришь. Так, смотри, какие симпатичные. Нет. Нет? Нет. А че нет-то? А здесь какие красивые господа. Строптивые. Смотри, а это на торт, наверное, ставят. Угу, свадеба. Такая легкая. Смотри, а вот эти вот вообще гномики. Какие интересные. Смотри, какой. Монжный черный. Вообще, так интересно. Вот такой лот с куколками-то я бы, наверное, взяла. Но сколько он стоит? Непонятно. Ой, какая девочка симпатичная. Да? Ну вот и бери тебя. Ничего не хочу говорить. А вот, смотри, зеркало возьми вот такое с каретой. Так, ну если ничего ей не понравится, так мы и не будем тут усидеть. Ну, ты знаешь, раз на раз-то ведь не приходится, что они там наберут. Вот стаканчики какие-то тут интересные. Здесь тоже бокалы. Что это? Не знаю. Это ничего. Это что? Не знаю. Там жираф. Это целый лот. Ну что, мы ничего не нашли, то, что нам бы ждать здесь на аукционе. А рабочий область стоит, может, отставать. Да. Ну, у них ведь еще магазин есть, так что мы сейчас по магазину еще просвернемся. Тогда, получается, домой, что ли? Покупать сегодня нечего, поэтому так получается, что сегодня мы не будем, как говорится, карточками, карточки поднимать, чтобы что-то купить. Ну что, Надя, ничего покупать не будешь сегодня? Я тоже, поэтому идем в магазин, посмотрим, если что в магазине интересного есть. А в следующий раз опять на аукцион придем, может, что-то найдем интересненького. Заходим в магазин. Они напротив друга. Что, вот эти статуэтки как стояли, так и стоят. Они еще долго будут стоять. Да. Вот эти вот вазы тоже, они как стояли, так и стоят. Она говорит, через 5 минут я буду закрывать дверь. Смотрите, какой стенрей стеклянный. Ну вот все. Надя, они сказали, через 5 минут будут закрывать дверь. Посмотрите, лампа какая красивая, Тиффани. Шикарная лампа, лошадка вон деревянная. Ну да, ничего такого нет сегодня. Я посмотрю, что там за куколки сидят. А? Что-то вверх. Угу. Здесь все поштучно продается. Там лотами. А, лотами. Ну да. Очень нравятся мне вот такие тарелочки. А мне нет. 45 долларов. Вот это фигня. Ну да. Ты что хотела? Вон стол какой. По 740. Мне такую даром не начать. Смотрите, какой стол за 250 долларов. Лес. Резной. Угу. А это подносик на нее подавать. 250 долларов. Да. Как с куста. Цены у них, конечно, какие-то цены. Угу. Но обычные. Это не антиквары вроде бы, а цены. Да. Ну что, ладно, тогда чушь. Уходим. Уходим. Мы можем так сбить, как нас закрыли. Да, все, нас закрыли. Вот здесь нам надо выходить. Вот эта черепаха мне очень нравится. Вот эта. За 100 долларов. Я бы ее к себе поставила. Или вот эту. Ну вот это все. Спасибо большое. Вы не увидели меня в течение времени. Да, я знаю. Но я пришла к акшн. Хорошо, хорошо. Спасибо. Тетяка говорит, меня давно не видела. Идем туда-сюда. Вот видите, опять из магазина, опять заходим на аукцион. Говорю, может, что они увидели еще интересного. Еще посмотреть. Видите, вот картины у них тут висят. Надя, смотри, хоть, может, картина какая тебе нужна. И даром не Надя говорит. Вон какой диванчик. Как на нем сидит-то, наверное, неудобно, да? Он вообще неудобно смотрится. Кастрюльки. Пашинки. Погодите. А, смотри, а здесь много игрушек елочных. Ну что, и посмотреть-то, охота что-то. Раз всех сюда притащила, всех 60 тысяч человек. Да. Вон иголки, нитки, все. Для хозяйки. Пуговки, которые любят пришивать. Чего только он. Зингер, вон, продают. Где, да, даже машинка. Куда-то в советские времена каждая хозяйка мечтала. Такой машинке Зингер. Вот смотри, я беру, о, и так, ладно. А что вот в этой коробочке? Видите, что они так низкие идут. Ой, надо же. Посмотрите, сколько пугов. Я помню, у меня, кстати, у мамы было столько пуговиц. Вообще так было. Правда? И я вот так, через меня на них... Ну, я в них так рыться любила. А почему у меня нет сейчас столько пуговок? Ну, потому что раз оторвалась, нашла похожие и пришила. Ой, я даже вот такую пуговку помню. Вот типа таких пуговиц были, помните? И вот такие пуговицы были. Надо же. Даже пуговицы у нас были у всех одинаковые, видимо. Так, это целый набор, видите, для королей. Ой, смотри, куклы-то уже переехали сюда. Или это не другие? Нет, это эти же. Но вот этот монстр. Так она его берет. Тяжелый какой он. Ой, надо же. Он так смотрит на тебя, типа... Тяжелый. Ой-ой-ой, какой интересный. А вот веном все кончается. На последних минутах жизни такой выраженный лиц. Он правда так, прям вот такой... Ой, у меня куколка маленькая. Это... Поздоровайся с ребятками. Привет. Слушай, тебе на правда ребенка сделали вот такого цвета, как будто он утонул. Такого цвета, как будто он утонул. Слышишь? А вот еще один монстр. Господи. Вообще всегда хотелось куколку такую. Такие только на прологию ставить. Какие только на прологию ставить. Никто не хочет поиграть в дочки матери. Ой, миленькие мои. Да что же делать-то у меня с вами? С свинюшками. Ну вот этот вот меня, конечно, пугает немножко. Ну этот меня пугает. Посмотрите. Просто такого цвета ребенок. Или он только родился. Но нет, он не только родился. Или он уже все. Но уже все. Фантазия у нас, конечно, только одна. Да, ну маленький. Как мне хочется вот такую маленькую прижать. Тепленькую. Крязный, пыльный. Кто его только не трогал. Это что у него? Голова, ну и что. Наташа, ты тебе только не болелся? Чем только не болел? Надо его к лицу прижать. Ну и что. Вон, видите, какой он за ручку берет. Тепленькая. Ну, девочки и мальчики, привет. Привет. Посмотрите, как это моргает. Я помню, такие куклы у нас были, наверное. А там чего? Животик не болит ли у тебя? Ой, так она еще... Подожди, она заводится. Ой, она что-то говорит, а? Не, я даже никуда не отойду. У меня детство было без игрушек. Мне надо это. Слушаем. Тик-так какой-то. Я не знаю, почему она не говорит-то ничего. Так, давайте посмотрим следующую. Что, следующая? Нет, это у нас не говорит, но более симпатично. Правда, рука у нас такая, видите, обкусанная. Ну, вот такая девочка. Видите, как их ноги раньше были сделаны. А кто его знает? Представляете? Сейчас я этих кукол вот так надергаю, а они ко мне ночью и придут. Всем табуном. Так камера, которую... Камера, про которую мы сегодня обсуждали, будет покажется цветочками. Никуда и людей. Один из поколений. Ну, а что, у него больше... А, ну, давай тоже вот так выделить. Не знаю, о которой я поговорю. Вот эта кукла с ключиком на боку. Может, нам кто-нибудь из прошлого что-нибудь скажет. Так. Ну, говори. 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 А что она делает? Ключик крутится, но она не говорит. Вот такие вот куколки из прошлого. Я не знаю, помните вы или нет таких куколок. Но на самом деле мне очень приятно их трогать. Я не боюсь. Вот мальчик мне не очень понравился, потому что он зеленый. А так вот. Такие куколки. Вот с этой стороны у нас дяденька стоял. А мы не могли подойти. Поэтому вот идем. Тарелочки. Смотрите, какие, кстати, интересные тарелки. Ой. Вот такие тарелки мне очень нравятся. Кстати, интересный сюрприз. сервизик. Так, что у нас тут? Ой, тут птицы. Смотрите, как будто настоящие. А здесь... Ой. Господи, люди, что только они придумают в Америке. Даже когти курицы. Курица же. Или петуха. А-а-а. Это средний палец они сделали. Смотрите. Средний палец. Ой, ужас. Потом, значит, тут птички. И еще птичка, как настоящие. Я говорю, мне вот эти тарелки нравятся. Я бы такие тарелки взяла. Посмотри. Это посуды дома? Куда вот это? Посмотри. Так они вешаются. Красивые. И куда ты их повесишь? Откуда я знаю? Ну, красивые. И ваза еще к ним. Смотри, какая. Да, это, наверное, Дали. Дали и еще подбежали. И еще поддали. Так. Здесь же дяденька стоял. Нам не надо подходить. Помнишь? Потому что он тут все рассматривал. А вот. А тут чего? Интересно же. Слоники. Всякие шкатулки. Сумки. Ого. Так. Это что у нас? Книжки. Слушай, мне очень понравилась вот эта ваза. Меня Винцент, правда, из дома выгонит с такой вазой. Но ваза мне понравилась. Ваза и вот эти тарелки. Ну, давай. Нет? Там они подходят, думаешь, к вазой тарелке? А ты можешь посмотреть? А почему они? Одной стилистике. Вот эта тетенька? Да. Точно. Да, это одно и то же. Слушай, точно. Только куда мне, правда, на кухню куда-нибудь я его повесила? Там тяжелая, во-первых. Ну, ничего. А здесь код. Реквест. Ой, да уже кто-то реквест сделал. Все понятно. Все продано. Вбирай. Значит, это продано. Да, это тоже реквест. Все понятно. Это уже, да. И вот этот тоже реквест уже. Все, теперь я поняла, что это за буковки тут стоят. Реквест. Все, что хорошее, уже тут, короче говоря, ждут люди. Нам только так осталось позырить. Так, это что у нас? Из камня сделано что-то тут страшный такой. Здесь у нас корова, корова. Тут у нас одни коровы. Это кто любит коровы? Да, тут тут ничего интересного. Да. Что за карточки? А это что, течки там торчат какие-то? Ой. А, это вот эти. Африканский стиль, тетенек. Старинные карточки. Да. Ну да, они вот любят. Это баскетболистов. А, нет, это не хорошее. Лошай. Не реквест? Ну, кому она не нужна-то? На бабусину мою похоже, тетенька. Молодости. Сейчас как откроем, а там порнографические фотографии. Окей, точно. Это, наверное, старый плейбой. Мелочь всякая. Ой, это скотина мелкая. Да, сельское хозяйство. Словно коровочко. Сельское хозяйство. Слушай, ну вот эта ваза, конечно, ну да, но жалко. Ну, это вот единственное, на что у меня, значит, ухал взгляд на эту вазу и на эти все. Ну, ладно. Может быть, оно мне бы было не нужно, но раз оно сделано реквест, то мне захотелось еще больше. Вот ты понимаешь, вот так устроен мир. Что у нас тут еще? Ой, какой интересный. Ты посмотри, Надя. Посмотри, какой вывал сделан. С кучей корзинок. Ну да, вот этот пылесборник. Ну да, пылесборник. Но кто-то старался, делались. Или это фирменное что-то? Нет, это, по-моему. Да. Ну вот такой вот, я не знаю, там 2 долларов 10 его продадут, наверное. Куклы, конечно, в меня вселяют ужас до сих пор. А там видела какая-то фирменная? А? Там фирменная черявая. Где? Пойдем посмотрим. Здесь тоже, смотрите, сколько латов. Галстуки. Не надо мужу твоему галстуку. Ну что, он такой... Я шучу. Более бомбусная. Вот сколько рубашек всяких. Ой, неужели это тоже? Ой, это уже какая кукла-то, божечки мои. Тяжелая какая. Да? Ой, так она еще и в стуле сидит. На ней еще парик там. Вот коллекция монстриков. Ой, господи, вот эта куколка. Коллекция монстриков. А ты кукол боишься тоже? Нет, не боишься. Я как-то не любитель в таком. Слушай, ну она лысенькая, это лучше смотрится. Вот она лысенькая, а на нее парик взяли и одели какой-то ужасный. Тихозная, короче. Ну-ка, а там, а там вот коллекция монстриков, говорит. Слушай, смотри, одежда. Белые пиджаки. Не надо. Ну интересно же, ну, посмотри. Норт чего-то. Десять, десять. Аля семидесятый. Так, белый пиджак. Это же все на аукцион пойдет. Мне же интересно, что тут. Неужели кто-то это покупает? Конечно. Причем с удовольствием. Это ты у нас из высшего общества, а мы нет. Мы не высшего общества, но все равно. Что, ты тоже думаешь, что это после мертвых, что ли? Ну, почему нет? А что, мертвые, думаешь, носили эти рубашки? Они носили, когда они были живыми, наверное. Там амтология какой-то болела. Подожди, ну ты ложишься в больницу, ложишься на кровать. А вдруг на них кто-то умер, толканул. Ну, ты же не думаешь об этом. В больницах не ложусь. Ну, ладно. Люди лежат в больнице. На этой кровати умерли 10 раз уже люди. Это я, кстати, прочитала у себя в комментарии, и потом решила, и правда. Смотрите, кто не задумается в больнице? Я думала, что если в больницу ложится со своим отраслым. Это потому, что я тебе идеи подала. Ой, какая рубашечка симпатичная. Смотрите, с этими. Это, наверное, для барменов. Барменов таких. Белый пиджак. Такой глиной на мужчину. Сейчас покушаем. Так что, давайте подъюбник куплю. Спасибо. Не надо. Оставьте себе. Ой, ну интересно же. Сейчас у меня подписчицы запишут, что ее общество зафукает. Скажут. Боже, как она могла. И ты тоже еще одна фукалка. Смотрите, это значит под печенье. Никогда бы печенье Надя не положила туда. Вообще, ну, Надя, честно говоря, вот я вам честно говорю. У нее даже муж ее кусок хлеба потрогал, она его не стала есть. Говорит, если кто-то потрогает мой кусок хлеба, я его есть не буду. Ужас. Спасибо у меня такое. У всех своей беде. А у меня, если даже собака лезнет, я все равно съем. Видите, вот она все равно. Понятно, почему ты такая. Понятно, почему у меня косоглазие. Слушай, вон она сколько кисточек. Это уже уголок художников. Это значит уголок мастеров, кто умеет сверлить. Видите, вот гонтики. Много велосипедов. А там опять, вот видите, костюмы. Очень нарядные. О, Надя. Слушай, давай трехколесный велосипед купим, по магазинам будем ездить. Так классно вообще. Ты вот туда двух собачек помолучишь. У меня еще не есть. Смотри, веничек, веничек. Они не умерли. Проходите, проходите. Проходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Короче говоря, наигрались. Натрогались, нанюхались, катались. Но я хочу вам сказать, сегодня они... Бактерии хватались. Сегодня... Это все с бактериями, со своими. Сегодня мы покупать ничего не будем. Вот дяденьки стоят, когда я отойду. Но сейчас поедем, наверное, сюда Наде посидим, покушаем где-нибудь. А так вот, не знаю, удачное видео сегодня для вас или нет. Но думаю, куклы вам понравились все-таки. Надя вот жалеет, что не купила хоть одну куклу. Да он же говорит, я могу купить куклу. Ой. Проедение. Прямо вся измучилась, говорит, зачем ты это хватала, это хватало. Как его, подъюбник не купила все. Я подъюбник ей хотела купить. Как же жить без подъюбника? А представляете, вот муж бы на кровати лежал, и она бы вышла в таком-то подъюбнике. Идет ржет. Вышла бы как из-за печки, там медленно. Да подъюбник-то блестит. Причем самое главное, его стирать бы не надо было, чтобы он такой... А еще надо пареньку куклы одолжить. Чтобы... Еще бы, говорит, по кукле. Слушайте, а выходит подъюбник с напылением. И кукла-то в руке, у нее хлоп-хлоп глазами. Ой, муж вообще побалдел. Сказал, Надя, наконец-то ты по магазинам ездишь не просто так. Скажет, вот последствия. Походов с Наташей. Ой, да, ну все, ладно, девочки и мальчики. Пока ничего сегодня не удалось купить. Вот мадам-то, видите, вот она, вот мадам. Которая только что говорила, я поношена никогда. Да, от юбки отказалась, от подъюбника. А сама, знаете, что сказала мне? Поехали, говорит, в Гудвилл, где ты была, хочу посмотреть. Так что мы идем опять в ваш знакомый Гудвилл, где я мерила пару раз. Подъюбник искать. Вот, все-таки ей понравился подъюбник, она постеснялась. Сейчас пошла искать. Сейчас мы ей туфли выберем и посуды мы ей наберем. Муж только будет рад. Сказал, ой, Надя, сколько ты денег сэкономила. Девочки и мальчики, вы все, фу-фу. Смотрите, туфельки-то какие, смотрите. Абсолютно новые. Здесь они стоят, значит, 9,99. Смотрите подошва. Посмотрите. Made in Italy. Кожа абсолютно сверху, снизу. Абсолютно новые. Это можно даже видеть по носу. И тут даже уже еще палочка до сих пор еще есть. Я не знаю, что это за фирма. Я не знаю, знаете ли вы эту фирму. Ну вот, абсолютно новые туфельки, бежевые. Ну вот тут сломался этот набойка. Видимо, они то ли давно лежали, то ли что. Ну можно ведь ее поменять, эту набойку. Ну вообще, абсолютно новые туфельки. Смотрите, такая прелесть. Абсолютно новые беленькие туфельки. Размер не мой, потому что размер тут 6. Gianni Beini. Невесомые, абсолютно. Кожаные, видите, leather upper. 5,5 размер, то есть 35,5. Ну посмотрите, какая прелесть. Новые абсолютно, не ношенные. Даже еще, вот видите, даже кружочек. Вот, пожалуйста. И так много очень обуви. Вот такой вот шикарный. Смотрите. Допустим, Avon Cushion Walk. Тоже абсолютно новые туфельки. Made in China, правда. Или с половиной. Очень хорошего, а очень красивого цвета. Пудровый такой цвет. Вот, смотрите. Туфли Jennifer Lopez. Ну абсолютно не ношенные туфли. Они не нулевые. Но они абсолютно не ношенные. Вот, посмотрите, какая Jennifer Lopez этот дочочек. 12,99. Бежевая. Вот, чтобы вы не думали, что я вру. Jennifer Lopez. Здесь, смотрите, набоечки. Все новенькое абсолютно. Вот, если кто любит, как говорится, такие платформы, пожалуйста, вам. А это что за интересные туфли? Ой. Вы посмотрите, какая красота. Божий мой. Ой. Ой. Это, конечно, какие-то старинные. Хотя, может быть, и не старинные. Может быть, сейчас уже такие модно. Новые абсолютно туфельки. Так. Что тут написано, не знаю. Но 12,99. Слушайте, это просто бомба вообще туфли. Leather upper. Вот, если вам видно, написано кожа. Кожа внутри. И снаружи кожа. Ой, какие они красивые. Посмотрите. И снаружи кожа. И снаружи кожа. Смотрите. Шлепан сера Флорен. На таком вот каблучке. Абсолютно не ношеные. Посмотри. Они новые, видишь? С этой штукой еще. Даже подлитер не стерла. Вообще, так ничего, ничего не стерла. Кожаные абсолютно. 9,99. Посмотрите, какие туфельки под крокодиловую кожу. Это десятка. Тоже очень симпатичные. Только они стоят. 9,99. Не знаю, что за фирма. Мирона какая-то. Ну, вообще, я хочу вам сказать. Здесь обувь можно найти намного даже лучше, чем в магазинах. Главное, чтобы вы могли это повыбирать. Тоже туфлики какие-то. Ворстингтон. Слушай, вообще офигенно, конечно. Я помню, раньше вот эти колодки были модно. Они неудобные. Ну, они были модные. Кому делать-то было до удобства. Это главное, удобно. Так, что у нас еще? Давайте пойдем в красную обувь. Что оно? Ой. Я думала, тут птицу убили. А курицу общипали. А курицу общипали. Да, такие вот даже. Я просто смотрю новые обувь, чтобы показать, что здесь есть нового. Посмотри. Может, ты найдешь. Вот какие-то, смотрите, атласные. Где? И чистые белые. Да, очень. 7 долларов. Ну, эти-то некрасивые. Какие-то фирменные, мне новые найти. Так. Ну, вообще, обувь здесь очень можно красивой найти. Даже если она поношена немножко, ничего страшного. Не шмыкайте тут сами ее. Вот пофельки тоже. 36 размер. HM. Фирма. Ну, вся обувь здесь где-то 9-12 долларов. Здесь за 7. Ох, какие шлепатюсики. 36 размер. Вообще офигеть. Как можно здесь приобувиться-то. Надя, ты себе выбрала что-то? Угу. Тоже симпатичные, кстати, тупеньки. Видите, какой носочек. Полностью. Эн Тейлор фирма. Абсолютно кожаные. Видите? Made in Brazil. И, пожалуйста, такие симпатичные босоножечки. Надя уже зевает. Сама хотела сюда поехать. Вот. Бандолино. 7,5 размер. Ну, что ты? Зеваешь-то? Сумки. Что можно из сумок выбрать? Если у вас, допустим, нет ни одной сумки, и вам нужна сумка. Что можно здесь выбрать? Такого, чтобы вот прям выбрать и носить. Ну, давайте зададим целью посмотреть, есть ли кожаная сумка. Вот, посмотри, ты найдешь мне кожаную сумку здесь? Вот это вот настоящая, не кожаная, но это замшевая сумка настоящая. Сразу видно. Стоит она 4,99. Вышита с этими розочками. Вот такая вот сумочка замшевая. Что здесь еще есть? Ну, вообще, конечно, выбирать здесь можно долго. Свадебное платье тебе не надо? Где? Дать тебе. Нет. Мне не надо, но свадебное платье, пожалуйста. Просто вот кто выходит замуж, можно сказать, что вы купили платье очень дорогое, потому что оно, вот это вот платье очень дорогое. Но кто-то сдал гуманитарку. Посмотрите, вот оно все вышито бисером, всякими стразами. Вышито наверняка от руки. Поэтому я бы, конечно, померила, но не буду уже смешить народ. Померить, что ли? Она уже улыбается. Скажет точно, по ней смерить. Вон джинси китой Михилфигер, видите, с собачками. 6,99. Да. Ну, а всего этого, на каждом из этом ряду, вот, еще обувь. Здесь ее столько, что ее здесь просто не рассмотреть полностью. Все обувь. Посмотрите, сколько здесь этой обуви. Я не знаю, обувь прям стоит рядами. Прям не сосчитать сколько. Пойдемте посмотрим. Потому что одежду я уже мерила, а вот не показывала ничего такого. Что можно здесь выбрать? Допустим, рамочки для фотографий. Разные, преразные. И эти рамочки в тех же магазинах стоят очень дорого. Очень дорого. Но они, как бы, вот видите, здесь за копейки отдаются. Видите, какие свадебные рамочки. Ничего зазорного. Вообще абсолютно в этом нет. Такую рамочку купили и в каждую фотографию члена своей семьи. Или там какие-то фотографии. Это тоже, как картина объемная. 3D или 4D или 8D. Не знаю, как. Корзиночки разные. Видите, с детишками. А какая девочка красивая. Так. Кружки. Всякие. Можно и, можно купить и, так, стекло. Можно купить и хрусталь. Все, что угодно. Все, что угодно. И люди абсолютно не стыдятся от того, что они покупают здесь какие-то вещи, какие-то сковородки, кастрюли. Можно найти очень много вещей. Допустим, вот блюда, в которых делать салаты. Можно купить наборами тарелки. Поставил в эту моющую машину, она тебе все прокипятит и все. Посмотрите, какие тарелочки. Ведь это же очень дорого стоит вообще в американских магазинах. Поэтому люди покупают. Вот видите, салатницы, хрустальные. Поэтому много всего нужно купить, сэкономив деньги, не покупая это в каких-то дорогих магазинах. Я не вижу очень-то каких-то бедных или бездомных здесь. Абсолютно нормальные люди. Конечно, миллионеры здесь не ходят, но среднего достатка люди ходят с удовольствием. Они что-то покупают, что-то выбирают. Даже для детей. Что здесь еще есть у нас? Вот набор, видите, какой. Ну, не серебряный, наверное, а мельхиор какой-нибудь. Здесь тоже ваза интересная, такая дизайнерская. Здесь вазы какие-то под дерево сделаны. Ну что ж, жить можно здесь, в этом магазине. У меня вообще любовь к гуманитарке с Россией. Потому что очень были рады. Мы обрадовались, помню, тогда, когда она появилась. И мы сказали, господи, неужели мы можем вносить импортные вещи тогда для нас. Это слово импортная вещь было что-то с чем-то. И вдруг у нас появляются вещи, где набирки написаны по-иностранному, а не просто московская заря. Поэтому я, помню, любила эти магазины. Я ходила по блату, набирала и продавала даже еще. И деньги делала на этом. Вот какой, с арбузиком. Ну, сегодня примерок не будет у меня, конечно, вещей. Но так вот вам показывают. Смотрите, вот мальчишка какой-нибудь бегает, футбол играет. Да, смотрите, какие оранжевые, красивые найки. 5,99, да. Абсолютно новые почти, да. Здесь везде слово «почти». Почти новое. Вот. Пожалуйста, еще одни найки. Вот. Тоже футбольные. Все же это очень дорого купить. Такие вот лодочки. Эти какие. Симпатичные. Ну, все. Что, Надя, готова? Ничего не купила? Ее подъемник не нашла? Нет. Блин, я в хайке не забыла. А все видите. Ну, что же это такое? Ну, давай хоть платье тебе возьмем с перьями. Она просто не хочет на камеру показывать. Вообще, на самом деле-то она купила. Одеваюсь только так. Я же видела, как ты пробивала на кассе только что. Да, да. Но экономить, это, честно говоря, не порог. Это только тебя показывает, как хорошую хозяйку. Смотрите, какое платье нарядное. Это вообще просто красота, красотущая. 9 долларов всего. Жесть. Ну, как жесть-то? Жесть. Ну, кто-то поет на сцену. Пошел, все. Спела. И оплату сдала. А так, наверное, в дилерсе стоит долларов 100. Конечно. Эти вот-вот, они все в дилерсе висят, вот эти. Вот это вот все в дилерсе. Висит по 100 долларов и больше. Вот эти все. Конечно. Ну, это, знаешь, и покупают на выпускные там. И потом сдают, потому что их не носят больше. Они только на один день. Поэтому. Ой, это что, у нас Олег Попов, что ли? На Попова. Слушай, Попова. На Попова похож, правда. Как будто Олег Попов. Смотри, какой этот. А, этот. Ну, да, такие у него эти фарфоровые руки. Мордочка тоже фарфоровая. Да. Да, классный. Классный клоун. Какой-то ожаревший клоун. Ну, специально подушковый. По американскому циклу. Ну, да. Переел. По полкиру. Ну, что еще показать-то вам? Ну, украшения. Ну, я украшения, конечно, не стала бы хвалить, честно говоря. Ну, вот. Показываю просто вам, что здесь есть. Все по доллару, по два. Ну, иногда что-то можно здесь найти. Я думаю, что можно. Какие-то, я не знаю. Кто-то, знаете, какая-нибудь бабушка или кто-нибудь сдаст такое, что говорят, мама не горюй. Такой антиквар, говорят, сдают. Не знавшие люди, которые понимают в этом толку. Они быстренько это цапают и делают на этом форчин. То есть большие деньги. Ну, вот. Все. Все, мы поехали. Так, мы вышли из гуманитарки. Посмотрите, Надя идет. Полная сумка подъемников. И еще куклу прихватила, я видела. Сейчас будет мерить при мужа. Я вот только уйду. Только уйду. Она вам скажет, так, ложись. Я сейчас выйду. Ну, что, вот пришли мы к Наде домой. А вы думаете, кто нас встречает? Вы думаете, кто нас встречает? Где вы-то ведь они и встречают. Бегом. Бегунюшки. Идите, погуляйте, погуляйте немножко. Погуляйте. Но, но, Пио. Ой, 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 смотрите, побежали, побежали. Пио, иди сюда быстрее. Иди, маленького котенка. Ой, все, им писать надо. И обниматься, и целоваться. Все, надо, надо, надо. И с игрушкой играть. Иди, ушоночек-то маленький. И что же у тебя такое-то, Биля, обезьянка. Ой, как он любит эту обезьянку, да? Любил ее обезьянку. Правда? Где тебе обезьянку любишь? Да, он больничка. Боня-то, больничка-то. Ой, 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 надо же, опасность к тебе пришла. Ой. Все, 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 мамкина, мамкина-то девочка, да. И все же, что же, что же, такие холесенькие. Вот это копия Уильяма, это копия Надина. Представляете? Это прям копия. Я уже столько говорила раз. Копия. Даже характер такой же. Не надо, ля-ля. Дети, моя красавица. Дети, моя маленькая корочка. Ой, господи, ведь прям как на Бога на тебя смотрят. Это что же это такое-то, а? Что? Посмотрите, они прям, особенно Боня, она вообще с ней, она вот прям по пятам, по пятам за ней, за ней. Да, да. На ручки, беременна, на ручки, на ручки. Гулять хочешь, да, гулять. Ой, что делать, что делать? Гулять. И вот так вот каждый день, на сколько бы она не уходила, на пять минут, на целый день. Да, да. Абсолютно, как будто она ее не видела годами. Ну иди, мы делаем на ручки, не делаем. А этот, а этот, а этот, манянюлькин маленький, манянючка. Чего это, чего, чего? А глазки-то прямо бусинки. Ну что, девочки и мальчики, вот на такой приятной, веселой ноте мы с вами заканчиваем наше видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok